Дели Мэл сообщила, что Цабердайн обратился к паре волшебников, но колдунам, конечно, за помощью в лечении похмелья, когда его лечили ядом жабы. На коже были сделаны надрезы, и в него был помещен яд жабы. Вскоре у Цабердайна случился сердечный приступ. От жабы ли? Жаба ли его так ужалила? Или что-то еще, друзья? Сердечный приступ. И был ли сердечный приступ? Или надрезы-то были? Надрезы могли посчитать, что туда якобы, знаете, яд жабы заливали? Возможно, это следы пыток. Кто же нам об этом скажет, друзья? Эх, год Красилова! Год Красилова, друзья, дудочка! Ой, как дудочка будет играть в этом году, друзья! Ду-ду-ду-ду! Итак, 4 месяца спустя, 1 сентября, Лавир Маганов, председатель Совета директоров Лукойла, скончался в Центральной клинической больнице Президентского дворца Российской Федерации. Да, я знаю. Я знаю эту больницу, знаю этот этаж. Туда невозможно пройти. Там все охраняется. Я была там у своего знакомого, Федор Иванович Ладыгин. Это бывший директор ГРУ. Знаю я, как это все охраняется. Знаю, как охраняется этаж. И что выпасть из окна там невозможно. Там просто это невозможно. Но вот, видите, Маганов выпал из окна. И скончался. Вы понимаете, как охраняется этаж? Вы понимаете, что внутри большое количество спецслужб тоже находится под каждой дверью, стоят, дежурят. Но он выпал. Значит, это была плановая операция, которая, ну, соответственно, друзья, которая имела какое-то высочайшее решение. Ведь не скажете вы, что какой-то там, допустим, ну, с кувалдой парень ходит и этим всем занимается, друзья. Нет, это высочайшее решение. А высочайшее решение – это кто? А высочайшее решение – это… Нет, друзья, это не наши кувалды и не наши скрипачи. И не парни из оркестра. Нет, нет, друзья. Это черный интернационал, который решил одну бригаду богатых людей поменять на другую бригаду богатых людей. Черный интернационал меняет, меняет свои форпосты в России. Их деньги перекачиваются куда-то, но этими деньгами будут сегодня награждать тех, кто новый будет садиться на их места. А кто такой черный интернационал, друзья? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать. Нет, вы можете поискать в интернете, но там нет основы, что такое черный интернационал. Я серьезно говорю, это действительно так. Нет настоящего знания, что такое черный интернационал. А так вам могут написать все, что угодно. Но ведь вам же нужна суть. А когда скажете суть, то тогда вам понятно, почему это все происходит. И что же такое черный интернационал на самом деле. Я такие вещи рассказываю у себя на платформе Бусти. Заходите там, задавайте мне вопросы, и мы с вами отвечаем и рассуждаем на эти самые темы. Это интересная тема. Но видите ли, я думаю, что всем в Ютюбе это не очень интересно, потому что, ну просто это действительно кого-то не интересует. А вот, скажем, когда это более частные, приватные беседы, тогда мы с вами об этом можем говорить. Ссылочку найдете внизу под роликом. Итак, друзья, Маганов в 2019 году был награжден Путиным премией за пожизненные достижения. Пожизненные достижения. Это что такое? Ну вот вообще уму непостижимо, что такое пожизненные достижения. Ну, однако же есть такие. Значит, друзья, нет, я не могу без смеха. Если понимать суть власти, то без смеха говорить об этом невозможно. Это же насмешка над всем населением, а тем более над богатыми, теми, которые всерьез воспринимают. Мы с вами еще поговорим о тайных обществах и о том, что я не советую никому вступать ни в какие тайные общества. Ох, чревато это как. Итак, его смерть, смерть Маганова вызвала шок у всех слоев. Общество богатого общества, высшего общества, конечно. В это время компания объявила, что он умер от тяжелой и продолжительной болезни. Но СМИ заявили, что он покончил с собой. Но покончил как? Упав, выпав из окна. Вот выпал из окна и покончил он этим с собой. Но вот делать ему нечего вообще, чтобы падать с окон. Однако же это случилось, друзья. Поэтому и был шок. Ну, я думаю, что тогда уже многим людям было понятно, и надо было уже быстро собирать чемоданы тем, кто был очень богат. Но каждый думал, что я настолько нужен правительству, что со мной точно ничего не сделают. Я дружен с Владимиром Владимировичем. Или я дружу с дамом. Но дама ведь тоже не может многого. Она на то и есть просто дама. Знаете, да, кто такой дам? И поэтому надеяться на них тоже не стоит. Но однако же глупые гуси на это надеются. А их гусаков на паштет печеночный пускают. Итак, Лукоил, крупнейшая частная компания в России. И Маганов работал в этой компании с 1993 года. То есть он оксакал в этой компании, он все знает. И всего три года назад он занял пост председателя Совета директоров. Это большой пост. В 2019 году Путин наградил его пожизненной наградой за достижения. Какие достижения нам не сказали, не поведали. А 4 июля 61-летний миллиардер Юрий Воронов скончался в своем бассейне от выстрела в голову. Ну, здесь уже били, наверняка уже, наверняка все уже у него вытащили. Из него денежное масло и просто от него избавлялись. Видите ли, те, которые этим занимаются, они не очень-то заботятся о том, что кто-то будет вести расследование. Вы чувствуете, да? Вы чувствуете, да? Ведь расследований никаких не происходит. Дело закрывают. Потому что один предсмертную записку написал, другой выпал, но якобы он покончил жизнь самоубийством. Все это, друзья. Ну, то есть кто-то шагает. Я достаю из широких штанин. Шагает, как человек, пароход по всем нашим богатым людям. И не боится, что с него снимут шкуру живодеры. Нет, друзья, нет. Они никого не боятся. Поэтому совершенно спокойно выстрел в голову в бассейне. Юрий Воронов, владелец транспортно-логистической компании, партнер «Газпром». Опять «Газпром», видите, подписал он крупный и выгодный контракт. 14 августа 52-летний Дэн Рапопорт, основатель «Соха Румс», элитного развлекательного заведения в Москве, разбился насмерть в Вашингтоне. И там долинная рука достала. Но ведь черный интернационал, потому он и интернационал. Потому что он по всему миру интер осуществляет. Так Рапопорт родился в Латвии и являлся гражданином США. Он сколотил свое состояние, как биржевой маклер в Москве. 28 сентября Павел Пучерников, исполнительный директор ОАО «Российской железной дороги», скончался на своем балконе в возрасте 52 лет. Российские железные дороги – богатейшая организация. Просто богатейшая. 29 ноября Вячеслав Таран, 53-летний миллиардер и глава валютного круга, разбился, умер по пути в Монако. Он был единственным пассажиром в самолете. И оба, и он, и пилот погибли. Ну, друзья, это вообще запросто. Частный самолет. Два пассажира его могли сбить элементарно. Или бомбочку подложили, которая взорвалась в воздухе, или просто ракеты сбили. Кто же будет выяснять? Ведь это же интернационал. А Монако, кстати, в Монако живет огромное количество наших миллиардеров. Российских, особенно украинских. Украинцы полюбили Монако. Очень дружат с князем Монако Альбертом. И, ну, в общем, друзья. И он им предоставляет много-много услуг в Монако. Поэтому многие живут в Монако. Как и российские разведчики тоже живут в Монако. И тоже так же они обладают богатым состоянием. Потому что разведка вкладывала, разведка давала им наше ГРУ. Давали им номера счетов, давали банки. Ну, они, конечно, и на борт в этих банках вставали вместо тех бывших советских, СССРовских агентов, которых в свое время так же убирали. Как и этих теперь. Которые тут временные слазь и кончилось ваше тоже время. Понимаете ли, друзья, конечно. Ведь разведчики должны понимать. Многие из них соприкасаются с военными. Поэтому в молодые годы они обладают огромными средствами. Но они должны были понимать. Они должны были изучать историю. Историю чего? А вот так как погибли СССРовские агенты? Как они погибли? Вот так и погибли. Они же сами могли осуществлять их гибель. То есть очищали место для себя. А теперь их очищают тоже для чьего-то места. Ну вот 23 марта миллиардер Василий Мельников был найден мертвым в Новгороде вместе со своей семьей в возрасте 43 лет. Тоже довольно-таки молодой возраст. Только-только, можно сказать, в бизнесе встает на ноги человек. А он уже миллиардер. То есть у него в 43 года уже было громадное состояние. Это миллиарды. Что такое миллиарды? Ну представьте себе, представить невозможно, друзья, сколько это. CNN сообщили, что 41-летняя жена Мельникова и двое его детей были зарезаны. Возраст двоих детей 4 года и 10 лет. Полиция изначально считала, что Мельников покончил с собой после убийства своей жены и детей. Мельников – миллиардер и владелец «Медстром» российской компании по поставкам медикаментов. Вероятнее всего, дети стали жертвой пыток отца. Я так полагаю, потому что, видите ли, люди, которые это осуществляют, они довольно жестокие люди. А 18 апреля Владислав Авваев, вице-президент «Газпрома», был найден мертвым в своей московской квартире вместе с женой и дочерью в возрасте 51 года. Здесь точно так же жена, дочь и он сам. Все квартиры, вся собственность отойдет черному интернационалу. Ну, военным, друзья. Сначала это будут просто военные, кого-то наградят за заслуги пожизненные, как Путин наградил. Да, хорошие награды, друзья. Под данным СНН, в момент инцидента квартира была заперта, и Авваев застрелил свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а затем застрелился сам. Его жена в то время была беременна. Так что не думайте, друзья, что кого-то пощадят. Никто никого не пощадит. Это законы черного интернационала и бизнеса. Ничего личного, только бизнес. И законы всех тех тайных обществ, в которые они входили. Не входите в тайные общества, друзья. Сначала будет сладко, а потом больно. Хотя полиция установила, что это было убийство и самоубийство, друзья Авваева в это не поверили. Друг сказал, что работа Авваева заключалась в том, чтобы заниматься частным банковским делом и распоряжаться огромными суммами денег. То есть он был перевалочной базой, кошельком. Он распоряжался средствами, переводил. Он много знал. А теперь этими средствами, но он отдал все пароли, все шифры, он отдал все счета. Естественно, он больше никому не нужен. А всего через день, то есть 19 апреля, российский газовый олигарх Сергей Протасанья. Его жена и дочь были найдены мертвыми в своем особняке в Испании. Сергей Протасанья 55 лет. Его жена 53 года. И дочери только исполнилось 18 лет. Полиция считает, что Протасанья повесился. После того, как он убил свою жену и дочь, но его сын не согласился с этим утверждением. Он сказал Daily Mail, что, по его мнению, его отец был убит. Ну что же, друзья, это вполне вероятно. Но кто же будет его слушать? И я думаю, что мальчик остался гол, как сокол. Я думаю, что все забрали. Забрали все, кто был в этом заинтересован. А таких очень много. Пришла целая команда. Команда швондеров. Новые швондеры пришли во власть. И эта команда должна быть сразу очень богатая. Ведь когда-то и те самые Протасанья, и те другие, которых нашли убитыми со своими семьями, также пришли на чье-то место и стали единоминутно сразу очень богатыми людьми. Земля круглая, как говорят, круглая, особенно, когда это касается бумеранга. И вот когда летит бумеранг, запустили бумеранг, будьте добры, получите его обратно. Сложное время, в которое мы живем, а дальше я вам расскажу еще интересные вещи. Друзья, подписывайтесь на канал, помогайте, друзья, каналу. YouTube вообще перестал распространять мои ролики, я не знаю, в чем дело. И не дает мне возможности даже новых подписчиков. У меня каждый день срезают по 150 человек, у меня их просто срезают. Потому что, да, я не знаю, почему, друзья. Я даже не знаю, к кому обращаться. Какие-то такие вот чудные правила. Поэтому, друзья, если есть возможность, помогите. Помогите каналу рублем, долларом, евро, чем угодно. Помогайте, друзья. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok